Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень приятно выступать на первой отечественной конференции по оптогенетике. Буквально несколько лет назад мы в своей лаборатории, когда начинали работу по оптогенетике, то это были буквально в стране 2-3 лаборатории, или даже меньше, была совершенно пустыня в этом направлении. Вот сейчас, уже через несколько лет, у нас здесь почти полный зал. И хочется надеяться, что конференция станет регулярной, и что когда мы в следующий раз здесь соберемся, то этого зала нам окажется мало. Потому что метод действительно очень интересный и дает действительно по-настоящему новые возможности в исследовании самых разных вещей. В подавляющем большинстве оптогенетических экспериментов используется нетаргетированная экспрессия апсинов или других светоактивируемых белков, когда эти апсины распределены равномерно по всей клетке. То есть, если мы говорим о нейроне, то они, значит, распределены по соме, по дендритам, по всем дендритам, включая самые дальние, и по аксону. И в подавляющем большинстве случаев такая схема позволяет эффективно работать и получать, в общем, те данные, ради которых все и затевалось. Но, тем не менее, бывают ситуации, и их становится все больше и больше, когда вот такая вот нетаргетированная экспрессия, когда апсины распределены по всей клетке, она мешает или может приводить к непредсказуемым последствиям. Вот в качестве иллюстрации такого эффекта и о том, как с этим бороться, я, собственно, и хотел рассказать. Но начнем мы с светоактивируемого хлорного канала. Это вот то, что Михаил Аркадьевич упоминал, выделенный Синищоковым и Говоруновой, светоактивируемый анионный канал из гвилярдиотета. Это анионный канал с высокой селективностью к ионам хлора. То есть, когда свет активирует этот канал, он открывается, хлор входит в клетку и вызывает ее гиперполяризацию. Ну вот здесь как раз видная картинка, это уже сегодня было показано, что когда клетка дополяризуется, она активно спайкует, во время освещения клетка вытормаживается довольно эффективно. Но что интересно, мы обратили внимание, что при нанесении вот этого стимула, несмотря на общее торможение, часто в самый первый момент возникает дополнительный потенциал действия. Да, и следует сказать, что освещение здесь проводилось по всему полю, в данном случае это срез был, по всему полю среза. Более того, оказалось, что если использовать не вот такой вот длительный стимул, а короткие стимулы, то каждый такой короткий стимул будет вызывать генерацию потенциала действия. Но казалось бы, это некий парадокс, поскольку мы знаем, что гатакар – это хлорный канал, то есть открытие его приводит к входу хлора внутрь клетки, обязательно должен вызывать, по крайней мере, у взрослых животных гиперполяризацию. Тем не менее, оказалось, что короткие световые стимулы могут вызывать генерацию потенциалов действия, причем с достаточно большой частотой, вплоть до 10-15 Гц. Когда мы внимательно проанализировали потенциалы действия, которые возникают в результате деполяризации клетки и в результате активации хлорных каналов, оказалось, что эти потенциалы действия выглядят совершенно по-разному. Например, вот эти светоиндуцированные потенциалы действия возникали прямо от потенциала покоя нейрона, и если их перестроить в такую диаграмму, когда откладывается скорость изменения мембранного потенциала от собственного мембранного потенциала, то здесь особенно наглядно видна разница между формой потенциалов действия. Но известно, что вот такими свойствами обладают спайки, которые генерятся где-то далеко от сомы нейрона и потом распространяются обратно в сому так называемой back-propagating action potentials. И чтобы посмотреть, откуда они вообще берутся, из каких мест, мы провели следующий эксперимент. Значит, все поле среза было разбито, то есть вот это вот такая полосочка, которая покрывает срез, вот здесь вот фактически пия, здесь белое вещество, и вся эта область была разбита на вот такие маленькие квадратики, и с помощью специального фотостимулятора оптический стимул наносился в случайном порядке вот в разные квадратики вот этой как бы стимуляционной матрицы. Вот тело клетки находилось здесь. И оказалось, что места, где вот такая вот световая стимуляция, я напомню еще раз, хлорного канала может вызвать генерацию потенциалов действия, эти места, они как бы кучкуются, группируются вот в двух таких зонах. И если на это спроецировать морфологию пирамидного нейрона второго-третьего слоя, то будет видно, что более-менее это соответствует местам ветвления аксона этих клеток. Проанализировав данные литературы, мы обнаружили, что в аксонных терминалях клетки может поддерживаться достаточно высокая концентрация хлора. То есть если в СОМе концентрация хлора порядка 5 ммоль, и открытие хлорного канала вызывает вход хлора внутрь клетки и ее гиперполяризацию, то в аксонных терминалях по каким-то причинам клетка может поддерживать концентрацию хлора до 25 ммоль. Это приводит к тому, что открытие хлорного канала в терминале приводит, наоборот, к выходу хлора из клетки, вызывает локальную деполяризацию и локальную генерацию потенциала действий в этом месте, который затем бежит ретроградно в СОМу нейрона. Но вот это первый очень яркий пример, когда такая нетаргетированная экспрессия какого-то инструмента оптогенетического может приводить к таким совершенно непредсказуемым последствиям. То есть мы хотели клетку вытормозить, но получается, что при определенном паттерне стимуляции мы, наоборот, ее будем активировать. Это первый, но далеко не единственный пример, когда вот такая нетаргетированная экспрессия на ПСИНа может помешать нам выполнить какие-то задачи. Второй пример, о котором мне хотелось бы рассказать, это метод, предложенный тоже группой Диссирота лет 10 назад, метод быстрого оптогенетического картирования нейрональных сетей. Заключается он в следующем, что если экспрессировать, например, ченнелрадопсин в сети каких-нибудь прессинаптических нейронах, например, в пирамидах второго слоя, и затем регистрировать ответы от нижележащей клетки, например, пирамидного нейрона пятого слоя, и проводить, опять же, вот такую стимуляцию маленькими квадратиками, которые в конце концов покроют всю матрицу, то можно прокартировать всю вот эту сеть прессинаптических нейронов, то есть выяснить, какие клетки связаны моносинаптически с нижележащей клеткой, и таким образом быстро эту сеть откартировать и в дальнейшем делать с ней те или иные эксперименты. Мы, соответственно, в одной из направлений нашей работы мы пошли по этому пути. Ченнелрадопсин здесь был экспрессирован в нейронах второго, третьего слоя методом инутера электропорации. Это вот такой тоже очень мощный метод, который очень часто используется в оптогенетических экспериментах. Заключается он в том, что в эмбрионы, крысы или мыши на определенной стадии развития желудочки мозга вводится плазмида, содержащая, в данном случае ченнелрадопсин, и затем накладываются электроды, и подается разряд тока, который вызывает вход плазмиды в те клетки, которые на данный день развития выстилают желудочки. Если сделать это на 12-13 день, то эти клетки затем в этот момент выстилают стенки желудочка предшественники пирамидных нейронов второго, третьего слоя, они потом в процессе развития мигрируют на свои места, и мы получим животное, у которого ченнелрадопсин экспрессируется исключительно в пирамидных нейронах второго, третьего слоя. Связано это с тем, что, например, интернейроны, которых мы здесь видеть не хотим, они закладываются в другом месте и при электропорации инутера при таком виде не задействуются. Ну вот здесь показан пример подобного эксперимента. То есть опять же вот такая вот стимуляционная матрица, ну вот здесь она более гораздо частая, и каждый квадратик представляет из себя световой стимул, нанесенный в это место, и в нем изображен ответ постсинаптического нейрона, который возникает в результате стимуляции вот именно этого квадрата. Ну вот, например, здесь растянут во времени ответ вот из одного квадратика. Мы использовали парные световые стимулы, короткие по 1-2 миллисекунды, вот один, второй, и оба стимула вызывают ВПСП в постсинаптическом нейроне пятого слоя. И парные стимуляции используются для того, чтобы можно было оценить соотношение первого и второго ВПСП, что позволяет судить о вероятности выброса в данном синапсе. И, собственно, эту методику мы использовали для изучения эффектов гетеросинаптической пластичности между клетками второго, третьего и пятого слоя. Гетеросинаптическая пластичность — это неассоциированная пластичность, которая вызывается воздействием исключительно на постсинаптический компонент нейронной сети. Соответственно, вот эту стимуляционную матрицу можно стимулировать многократно во времени, и мы получим для каждого синаптического входа, как он себя ведет при ритмической стимуляции во времени. И вот в какой-то момент в постсинаптический нейрон подается в андроклеточной татанизации, которая вызывает множественные пластические изменения. Ну, там довольно сложная кухня, как это происходит, но суть в том, что после вот такого воздействия на постсинаптический нейрон часть входов потенцируется, часть депрессируется. Но вот здесь, например, пример депрессирующегося входа, здесь пример потенцирующегося входа. То есть получается, что таким методом мы в одном опыте можем изучить, как после какого-то воздействия меняются свойства сразу многих синаптических входов на одну и ту же клетку. Но в этой вот бочке меда есть, как всегда, ложка дегтя, и ложка дегтя как раз связана с нетаргетированной экспрессией канала родопсина. Это приводит к тому, вот такая нетаргетированная экспрессия, что стимуляция клетки может вызываться более чем в одном вот таком квадратике. Ну, например, как вот на этом примере, стимуляция нейрона вызывается, и когда стимул попадает прямо на сому, когда он попадает на начало пекального дендрита и даже дальше. Соответственно, это приводит, если вернуться вот к нашему рисуночку, что, например, стимул, нанесенный вот в это вот место, он вызовет и стимуляцию нейрона номер один за счет того, что попадает сюда сома, и стимуляцию нейрона номер два из-за того, что здесь есть его апекальный дендрит. Соответственно, как-то хочется с этой ситуацией, потому что действительно метод мощный, такой многообещающий, как-то с этой ситуацией хочется побороться. И было предложено, что побороться на естественном способе ограничить экспрессию ченнелородопсина только сомой нейронов. Тогда вот эту вот ситуацию мы сможем победить, потому что у нас не будет отростков клеток, ну, по крайней мере, частично победить, у нас не будет отростков клеток рядом с сомами других нейронов. Вот для такой таргетированной экспрессии было предложено использовать определенные белки, которые в нейроне в норме имеют поляризованный паттерн экспрессии. В частности, широко применяется для этого мотив калиевого канала КВ-2.1. В норме этот калиевый канал экспрессируется в соматической части нейрона или в ближайших отростках. И более того, было выяснено, что если взять только кусочек от этого калиевого канала, то есть буквально несколько десятков аминокислот, и использовать этот вот кусочек, этот таргетирующий мотив, пришить его к ченнелородопсину, то и ченнелородопсин также будет экспрессироваться в соматической области клетки. На данном здесь приведен пример из первой пионерской работы, которую предложили использовать этот таргетирующий мотив. Здесь к нему пришит просто флуоресцентный белок. Это пирамидный нейрон, гиппокомпальный в культуре. Видно, что весь продукт экспрессируется преимущественно в соме. Больше того, видно, что он даже кластеризуется в виде таких кластеров, что свойственно для природного канала КВ-2.1. И этот метод был применен как для ченнелородопсина, чтобы его локализовать в соме, так и для хлорного канала. Но вот эта работа тоже вышла буквально недавно. Фактически они нас немножко опередили, потому что мы тоже хотели это самое публиковать, но чуть-чуть не успели. Действительно лежит на поверхности. Вот здесь представлены две картинки. Это не таргетированные экспрессии ченнелородопсина, а этот ченнелородопсин, связанный с мотивом калиевого канала КВ-2.1. Здесь показано как бы функциональное тестирование этих нейронов, то есть несколько нейронов, раз, два, три, четыре, пять и так далее, не таргетированные и таргетированные. И представлен ответ цветом, закодирован ответ деполяризации клетки в ответ на стимуляцию здесь, здесь, здесь и здесь. Но видно, что когда используется мотив КВ-2.1, то площадь ответа существенно меньше. И тот же самый принц был применен и для хлорного канала КВ-2.1, чтобы избежать вот этой вот генерации потенциалов действия в терминалях. Это вот даже еще не статья, это припринт, который вывешен, вот был в декабре в публичный депозиторий. Что здесь сделали? То есть та же самая идеология, то есть вот представлен ченнелородопсин, вот флуоресцентная метка, и к ней пришивается вот этот вот кусочек, маленький мотив калиевого канала. И вообще у вот этого хлорного канала, ГТАКР, у него большие проблемы с таргетированием в мембрану. Он отказывается идти в мембрану и норовит собраться внутри клетки в виде таких гранул. Но из-за того, что у него чрезвычайно высокая эффективность, высокий светонуцированный ток, даже тех небольших количеств, которые в мембрану идут, хватает, чтобы клетку гиперполеизовать. Поэтому вот на приведенном рисунке, где экспрессирован нетаргетированный хлорный канал, мы, собственно, даже клеток-то не видим. Однако, если использовать вот этот мотив КВ2.1, то видим четкую экспрессию в соматической области, и как следствие они показали, что вот эта вот светоиндуцированная генерация потенциалов действия в этих клетках практически исчезает. Но они делали немножко по-другому. Они писали ответ в постсинаптических клетках от этих. Соответственно, здесь производилась световая стимуляция, и они писали в ВПСП в постсинаптических клетках, когда прессинаптический экспрессирует калиевый канал. И если использовался таргетированная экспрессия, то этого ответа не возникало, то есть как бы спайк в прессинаптической клетке не индуцировался. Вторая область, где вот таргетированная экспрессия апсинов очень широко применяется, и тоже за которой, можно сказать, будущее, это как раз вот оптогенетическое протезирование сетчатки. А, да, нет, еще забыл сказать, что здесь тоже есть свои проблемы с вот этим же мотивом КВ-2.1. Вот здесь приведен пример экспрессии тоже конструкции, которая состоит из КВ-2.1 и ченнеродопсина. Так вот, оказалось, что хотя и большинство клеток, ну где-то две трети, демонстрируют правильную локализацию, вот они на левой картинке показаны, то есть мы видим клетки, ну и в общем-то какие-то проксимальные дендриты. Однако на том же срезе, в том же самом животном находятся клетки, в которых таргетированной экспрессии ченнеродопсина нет, ну или по крайней мере она гораздо меньше, чем этого хотелось бы. То есть видно прекрасно пекальные дендриты, которые далеко уходят. С чем это может быть связано? Это может быть связано с оверэкспрессией конструкции. На других, с другими мотивами было подсказано, что при оверэкспрессии как бы насыщаются, в клетке насыщаются таргетирующие способности вот этого данного мотива, и конструкция уже не таргетирована, идет дальше по нейрону. Интересно, что другая группа, это группа Бойдена, Эдварда Бойна, который тоже начинал с десиротом, вот в этой статье также они искали, пытались найти мотивы таргетирующие, чтобы засадить ченнеродопсин в сомму нейроны. Они перебрали около 15-20 мотивов, и также мотив КВ-2.1 у них каким-то образом не сработал. То есть вот примеры этих клеток с КВ-2.1. В общем, локализации тоже особо никакой нет. Возможно, это опять же связано, здесь показано, что достоверной разницы между ним и нетаргетированной экспрессией нет. Так что это, что называется, нужно иметь в виду, что могут возникать вот с этим таргетированием проблем, но как мы сейчас считаем, это связано с оверэкспрессией конструкции и истощением таргетирующих способностей этого мотива. Теперь можно вернуться ко второму довольно большому куску нашей работы и вообще области, где эта таргетированная экспрессия апсинов может быть полезной. Это оптогенетическое протезирование сетчатки. Михаил Аркадьевич про это говорил. Тем не менее, немножко я напомню, собственно, о чем идет речь. О том, что когда у нас погибают фоторецепторы, колбочки, палочки по каким-то причинам, можно попытаться ганглиозные клетки наделить фоточувствительностью с помощью экспрессии в них светоактивируемых белков. Но тогда действительно вся обработка информации, которая осуществляется вот этими внутрисетчаточными нейронными сетями, она теряется. И как способ борьбы с этим группой Пэна, ну, после этого, то есть, собственно говоря, на эту тему существует в мировой литературе всего на все две статьи. Одна это из группы Пэна, другая это вот Гринберг и сотоварищи. Идея, в общем, довольно простая. Она основывается на том, что у ганглиозного нейрона у него морфология плоская. То есть, он все, все дендритное дерево ганглиозного нейрона, оно располагается в плоскости сетчатки. И тогда они подумали, а что, если каким-то образом таргетировать возбуждающий, например, апсин в сому клетки, а тормозные, ну, они использовали хлорные помпы, экспрессировать в дистальных дендритах клетки. И тогда мы получим такую своего рода имитацию рецептивного поля, да, что при освещении, ну, здесь, да, при освещении только сомы мы получаем возбуждение клетки, то есть, как бы, он центр, а когда стимулируем светом периферию, мы получаем торможение. Таким образом, как бы, мы воссоздаем, что ли, рецептивное поле гангриозной клетки. Опять же, нам нужны для этого таргетирующие мотивы, чтобы загнать, ну, если мы хотим смоделировать он центр о в периферии, значит, нам нужны таргетирующие мотивы, которые позволят нам загнать возбуждающий апсин в центр, а тормозный на периферию. Так вот, оказалось, что с центральной локализацией каким-то образом проблем возникает гораздо меньше, чем с периферической. Ну, во-первых, здесь прекрасно работает тот самый мотив КВ-2.1, который использовала группа Пэна, а вот группу Гринберга они использовали анкерин. Тоже он, в общем, прекрасно сработал, обеспечил центральную локализацию возбуждающего апсина. А вот с периферической локализацией почему-то оказалось все не так просто. Хотя есть в нейроне белки, их довольно много, которые в норме локализуются в дистальных отделах дендритного дерева. Ну, например, PSD-95, белок постсинаптических уплотнений. Соответственно, напрашивается сделать фьюжн вот этого PSD-95, например, с ченлородопсином. Ну, в данном случае неважно, потому что можно модулировать как он-центр офф-периферию или офф-центр он-периферию. Можно сделать вот этот пример как раз из статьи Гринберга. Здесь приведены ответы гонглиозного нейрона сетчатки, в которых экспрессирована конструкция вот этого фьюжн PSD-95 с ченлородопсином. И клетка стимулировалась полосками света, которые сначала наносились далеко от ее центра, вот это расстояние в микронах от центра клетки. Сначала они наносились далеко от центра клетки, потом ближе, 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 вот здесь световой стимул прошел прямо по соме клетки и здесь он от нее удаляется. А вот внизу приведены ответы нейронов, в котором экспрессированы анкерин и галородопсин. Здесь конструкция анкерина мы видим, что действительно все здорово, когда стимул у нас перекрывает центр клетки прекрасный ответ, как только мы от него отдаляемся, ответ исчезает, то есть мы получаем практически идеальную соматическую локализацию. Когда же мы смотрим на Fusion PSD-95 с тенородопсином, мы видим, что да, довольно широкое, широкое расстояние, в большом расстоянии от сомы есть ответы, но самое неприятное, мы видим гигантские ответы от соматической части. То есть это значит, что PSD-95 не способен увести апсин из сомы на периферию. Другая группа, собственно, группа ПН использовала другой мотив, нейролегин, который является молекулой клеточной адгезии и тоже принимает участие в формировании синаптических структур. Вот они сделали опять же fusion это диких ченнеродопсин, это с КВ-2.1, это вот с этим нейролегином. В данном случае они регистрировали экстраклеточные нейроны сетчатки и здесь тоже показано расстояние от центра. Вот это нетаргетированный ченнеродопсин, мы видим, что клетка плюс-минус 400 микрон от сомы отвечает. Здесь ченнеродопсин таргетированный при помощи КВ-2.1, рецептивное поле искусственное сузилось, все замечательно, КВ-2.1 старгетировал нам ченнеродопсин в центральной области. Что же происходит, когда используется вот этот периферический мотив? Мы видим, что в принципе возможно он несколько шире, чем нетаргетированный, но как сами они пишут, никакой достоверной разницы между этим нет. Таким образом налицо ситуация следующая, что да, получается обеспечить центральную локализацию при помощи таргетирующих мотивов, однако с периферической явные проблемы. Собственно, вот одно из направлений нашей работы в плане оптогенетического протезирования. Мы пошли по этому пути, тоже пытаясь воспроизвести он-офф-рецептивное поле гонглиозного нейрона. И поскольку существуют такие проблемы с периферическим таргетированием, мы решили немножко изменить ситуацию. И использовать действительно таргетирование возбуждающего апсина. Вот здесь приведена как бы функциональная карта, функциональная карта, функциональный профиль, так скажем так, экспрессии того или иного апсина по нейрону. Ну вот красным показан хенородапсин, который старгетирован мотивом КВ2.1. То есть мы видим в соматической области довольно большую активность, при том, что на периферии она спадает. И мы подумали, а что, если тормозный апсин никак не таргетировать, но уровень его экспрессии снизить и сделать четко контролируем относительно уровня экспрессии ченородапсина. И тогда мы получим, что в центральной области при освещении центра клетки ченородапсин перебьет, грубо говоря, и мы получим общее возбуждение, а на периферии тормозный апсин будет перевалировать, и тогда будет периферическое светоиндуцированное торможение. Здесь еще проблема в том, что мы выбрали в качестве тормозного элемента вот этот вот канал ГТАКР, который, в принципе, на несколько порядков чувствительнее, чем ченородапсин. То есть, понятно еще, что уровень экспрессии вот этого хлорного канала нужно держать очень низким. Поэтому мы решили запихнуть их в одну конструкцию, то есть ченородапсин, таргетированный в СОМу при помощи КВ2.1, и вот этот хлорный канал, между ними разделенный специализированной ставкой, которая позволяет во-первых, понизить уровень экспрессии хлорного канала, а во-вторых, держать его на четко определенном уровне. Дело в том, что вот в двух предыдущих работах для экспрессии и для воссоздания этого рецептивного поля использовалось одновременное заражение ко-трансфекции двумя разными конструкциями. И понятно, что при таком подходе невозможно четко контролировать уровни соэкспрессии одного и второго конструкта. Поэтому мы решили использовать вот эту вставку, это так называемая ARIS-ставка, она использует из вируса миокардита. То есть это так называемая бицетронная конструкция. Если мы вводим ее в клетку, то первый ген у нас считывается нормально, рибосома садится на КЭП и считывает нормально первый ген. А вот на вот эту вирусную вставку рибосома тоже садится независимо от первой и считывает второй ген. Но из-за того, что вот эта вот посадка как бы она неправильная в кавычках для клетки, то уровень экспрессии второго конструкции будет сильно снижен. И вот какое-то время назад вышла статья, в которых была создана вот такая вот библиотека мутагенных вот этих ватарис последовательности. Они меняли просто, производили аминокислотные замены, получали мутанты и мутанты эти тестировали. Оказалось, что вот при помощи этой библиотеки мутантов можно снижать экспрессию второго гена от 100% до фактически 0,5%. Проблема использования вот этой таблицы в наших экспериментах была то, что сделано это было все на хеках, а не на нейронах, и собственно эффект дикой последовательности айрис был просто принят за 100%. Поэтому первым шагом нам пришлось выяснить, что собственно вот эти вот 100%, как они представлены на нейронах. Поэтому мы сделали на первом этапе две вот такие вот конструкции красный и зеленый флуоресцентный белки или наоборот разделенный айрис ставкой. И после того, как нейроны были трансфицированы вот этими конструкциями, измеряя соотношение флуоресценции в красном и зеленом областях спектра, мы смогли определить ослабляющее действие вот этой вот айрис последовательности дикого типа. Ну, видно, например, здесь, что красный белок здесь стоит первым, зеленый второй. Красный ярче, чем зеленый, здесь наоборот. Используя две конструкции, мы смогли нивелировать разницу в нормальной светимости красного и зеленого флуоресцентных белков. Так вот, этими опытами мы выяснили, что собственно конструкция, что айрис последовательность дикого типа снижает уровень экспрессии второго гена примерно на 40%. И вооружившись этими знаниями, мы вернулись к этой таблице, пересчитав уже, и сделали несколько разных мутантных айрисов вот в этой конструкции. Ну, соответственно, как вот хороший минометчик должен попадать с третьего выстрела, недолет, перелет попал. Но мы попали с четвертого, что, в общем, я считаю, тоже большая удача. То есть, две из них, 13 и 11, которые ослабляют по расчету на 4,9%, привели к тому, что мы второго гена вообще в нейронах не увидели, хлорного канала не было. Значит, айрис 5 привел к тому, что, наоборот, хлорный канал полностью задавил челнородопсин, а вот 10, он привел в общем-то к более-менее ожидаемому и жажденному нашему эффекту. Да, тут следует сказать, что для простоты тестирования конструкций мы использовали не нейроны сетчатки, а нейроны, центральные нейроны или культивируемые нейроны, или нейроны на срезах, когда экспрессия производилась методом инутроэлектропорации. Но поскольку это гораздо быстрее, и предполагалось, что и гонглиозные клетки, и пирамидные нейроны в чем-то схожи. Поэтому вот все тестировано, если бы сразу производить тестирование всех конструкций на гонглиозных нейронах сетчатки, это заняло бы, наверное, в разы больше времени. Поэтому вот здесь показаны результаты эксперимента в нейроне, в данном случае это был пирамидный нейрон коры, была вот эта экспрессирована сложная конструкция, то есть таргетированный ченнеродопсин, айрис-последовательность, которая занижает экспрессию второго гена хлорного. Нейроны были трансфицированы методом инутроэлектропорации, после чего производилась на срезах их внутриклеточная регистрация и световая стимуляция центра и периферии. Но также в нейрон подавалась цупенька дополяризующего тока, чтобы вызвать спайковый разряд, и получилось, что освещение периферии клетки вызывает ее вытормаживание, в то время как стимуляция сомы вызывает активацию клетки. Но теперь, как говорится, дело за малым, осталось эту конструкцию экспрессировать в гонглиозных нейронах сетчатки, посмотреть, что она работает и там. Собственно, основной вывод из моего доклада видится в том, что субклеточное таргетирование значительно расширяет возможности оптогенетики. И хотел бы поблагодарить коллег, которые принимали участие в этой работе. Это Гульнур Смирнова, которая создавала конструкцию с КВ-2.1. Матвей Рощин, который делал почти всю инутроэлектропорацию. Наталья Симонова, которая проводила опыты с картированием, оптогенетическим картированием нейронных сетей и эксперименты с пластичностью. Наталья Бая, Илья Винарская вынимались посадкой дистанцированной культуры. И Дарья Колотова принимала участие в электрофизиологическом тестировании. Также Лада Петровская из АБХ создавала все конструкции с Айресом и производила мутагенез Айреса. И Влад Штафанюк проходил у нас магистратуру. Он как раз тестировал созданные конструкции с Айресом и двумя белками. Спасибо. Коллеги, кому будут задавать вопросы? У нас есть время на несколько. Да, пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот та модель, которая суклественного таргетирования, которую вы использовали, она применима исключительно к нейронам или к каким-то электровозводимым клеткам других типов, там мышечные, сердечные, что-то такое. Ну, к сожалению, наверное, не смогу вам ответить. Нужно смотреть, как ведет в этих клетках собственно эти мотивы. Если они имеют поляризованную экспрессию в этих клетках, то тогда, да, они тоже будут там работать. Спасибо. Еще. Петр, пожалуйста. Спасибо большое. Замечательный доклад, очень интересно. Я очень с большим интересом по поводу аристных конструкций прослушал очень часто, потому что мы одно время работали с ними, тоже были проблемы. Я просто не знал, что они дают неодинаковые, в то время они дают неодинаковые экспрессии. Скажите, пожалуйста, неодинаковая экспрессия зависит от того, той ДНК, которая будет экспрессироваться с той стороны или нет? Потому что я смотрел по вашим картинкам, там, где вы показывали красный и зеленый, там не совсем наверху у вас там не совсем очень большие различия в 40%. Внизу там как будто бы хорошо. То есть зависит ли это в принципе от той конструкции, которой я понял. скорее всего не зависит, но есть здесь такой момент, что айрис конструкции по всей видимости дает довольно большую степень вариабельности. То есть если брать статистику, я не показывал картинку, то это получается довольно большое облако. То есть в одиночных нейронах может быть и так, и так, но как бы суммарно. То есть то, что вы заметили, это может быть связано именно с большой вариабельностью, которая дает конструкцию. Но гены по всей видимости не влияют. То есть это идет независимая трансляция от второго гена, и при этом как бы рибосома не знает, что было перед ней. Спасибо. Илья Борисович. Я хотел спросить, вот вы рассматривали возможность мутирования этого хлорного канала и сервитов, чтобы просто уменьшить его хлорную проводимость вместо того, чтобы бороться за то, чтобы уменьшить его уровень экспрессии, может быть просто функционально задавить и сделать его, что он сравнимо имеет приводимость с галлородопсином? Ну, честно говоря, нет, потому что это такая у нас наш, наоборот, красный флаг, что мы используем, наоборот, более эффективные конструкции, потому что менее эффективные они и так уже есть. Можно использовать галлородопсин. Но он будет слишком низкий, а вы можете это понизить 10 раз. Да, и просто тут еще вот в чем преимущество, что использование, то есть похоже, что вот этого хлорного канала, его нужны действительно совсем крохи, то есть он идет в мембрану настолько мало, что он там не детектируется даже иммунохимически. То есть буквально, а если говорить о каком-то, ну, клиническом применении, да, то чем больше инородного белка, чем меньше инородного белка мы вносим, тем лучше. Поэтому в этом смысле это будет еще одно преимущество, что, по крайней мере, как антиген, он будет, ну, почти не выступать, потому что его нужно совсем мало. Спасибо. У меня связанный вопрос. А нет ли каких-то белковых факторов, которые регулируют более активность уже экспрессированных каналов? Тогда селективная экспрессия могла бы создать вот ту самую… Ну, предположим, какой-то фактор может ингибировать работу канала. Тогда селективно экспрессируя его в СОМе, вы, так сказать, создадите вот нужный вам профиль. А, я понял. Да, то есть, как бы таргетировать не сам АПСИН, а какой-то его регулятор. Не АПСИН, а фактор, который… Да, да. Ну, я не слышал таких регуляторов. Спасибо. Наверное, еще один вопрос можно. Так. Ну, если нет, тогда поблагодарим еще раз. Спасибо.